Девушки отдыхают Девушки отдыхают Рэп высказывает то, что происходит Если бы в жизни не происходило бы того, что Не было бы столько наркотиков в такой жизни То в рэпе бы этого, наверное, и не было То есть, получается, просто мы говорим О реалиях каких-то Озвучиваем проблему и так далее И это воспринимается Как пропаганда Могу сказать, что я ни одного не знаю рэпера Который хотел бы, чтобы кто-то употребил наркотики Сколько я разговаривал Он говорит, ну не дай бог, никто не хочет на свое Каждый говорит о том, что это делаю я Но это выбор каждого человека Это выбор его личный Но я ни разу не слышал, чтобы люди Встань, что-то употреби По сути, то же самое, что Рэперы бы пели о плохих дорогах Неасфальтированных И вы обвиняли в том, что Есть такие, кстати, песни Я слышал, что какие-то там в интернете есть Люди о своих городах рассказывают Но как-то на это внимание никто не обращает Потому что никому не нужно А вот теперь ты вошел в постоянный совет по культуре молодежного парламента при Госдуме По сути, уже обличился некой властью Как Птахов будет бороться с этим разложением? Власть это никакую не дает Я хочу так сразу сказать Совет это совет Это не какой-то орган юридический Который может Я не могу, мы не можем принять закон Никакой Мы можем только выдвигать какие-то инициативы И продвигать какие-то, пытаться Какие-то законы продвинуть То есть у нас нету То есть мы не власть имущие То есть я бы, наверное, не хотел бы Вот именно входить вот так вот То есть в какую-то такую структуру Которая могла бы Ну, то есть которая могла бы Принимать законы именно Потому что Власть из людей делает не очень хороших людей Ну вот раньше, допустим, совет по культуре Да, это матерые там Дедушки опытные, да Которые там с какой-то классической позиции Рассказывают там занудными словами Как нужно жить и как нужно воспитывать молодежь Сейчас вот, да, пусть это при молодежном парламенте Но тем не менее уже какой-то инструмент И куда вошли действительно исполнители Которых современная молодежь признает Уважает, прислушивается к которым Насколько это может позволить Вот как-то повлиять на ее развитие Слушай, у нас нет задачи повлиять на молодежь У нас есть задачи повлиять на структуры, на власть саму То есть, например, принять каких-то решений Каких-то механизмов для того, чтобы что-то поменялось То есть, вот сейчас Владимир Владимирович сказал о том Что надо поддержать молодежь, современную культуру и так далее Вот у него недавно было послание Ну а как они это будут делать? И вот сейчас мы пытаемся Я вот созванивался, говорю, ну и что дальше? Сейчас распилят бабки опять Поставят там, где-то там, какой-то там колонки во дворе повесить Еще что-нибудь Сделают пару дешевых фестивалей Отпишут артистов за сто тысяч Отпишут за миллион и все, денег не останется Как бы вот мы хотели бы, наверное, как-то вот сейчас будем пытаться Какие-то инициативы продвигать, чтобы это как-то было более, как сказать, подконтрольно Ну то есть, чтобы это было более прозрачно, чтобы это было видно Чтобы не было такого, что типа, слушай, Вась, давай я тебе сейчас 2,5 миллиона за концерт заплачу Ты мне полтора отдашь, а потом откатишь, а я тебе полмульта себе оставлю Я просто знаю, так ты тоже делаешь Ну и не факт, что концерт состоится, да, потому что не так давно вот остро стала проблема запрета концертов, да Рэп-исполнительная, даже вот на округлом столе в Госдуме, да, по-моему, ее обсуждали Удалось отставить свои позиции? В чем вообще проблема? Почему стали запрещать? Слушай, есть определенные какие-то активисты, там, группы людей, которые считают мамочки из рода мамочки в декрете, знаешь То есть вот они сидят, вот они смотрят и говорят, вот я хочу, не хочу, чтобы это слушал мой сын Ну как бы не хочешь, чтобы это слушал твой сын, как бы, или там дочь А ты не давай ему слушать, если уж ты на то дело пошла Вот, а они как бы пытаются вот таким методом бороться за мораль Какие-то такие дедовские методы Это люди, которые, знаешь, в свое время, наверное, людей сжигали, знаешь, вот там, приквизицы Не так выглядишь, не то говоришь Вот, а проблему этим не решить никак Но отмен концерта стало на порядок меньше Ну вот сейчас после заявления уже, да, после того, как... Да, 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 намного меньше, потому что, ну, люди поняли, что нет-нет, какое-то движение началось В выяснении, почему это делают, мы ждем ответа все еще, пока ничего не дождались Но уже прокуратура вроде начала проверку, не будем смотреть, что нам ответят Просто есть разные люди, понимаешь, в разных городах Есть организатор один, вот он в городе Молодой организатор пытается делать концерт Ну, вот своему другу говорит, там, из прокуратуры, из МВД Говорит, слушай, как бы я бы не хотел, чтобы он делал концерт Он мне тут, типа, конкурент мой Ну и начинается вот эта вот волокита вся Типа, у вас там нет и не то Они же, понимаешь, они же как бы Они же официально половину не делают, не направляют Они просто звонят, говорят, здравствуйте, мы вам не рекомендуем проводить концерт Ну, а кому хочется связываться с силовиками? Никому не хочется У нас же как, был бы человек, а закон по нему найдется И люди боятся Но, тем не менее, хип-хоп-культура, она сейчас очень популярна, да Особенно в среде молодежи Уже вышел в прокат фильм «Биф русский хип-хоп» Да, я знаю, давно, в принципе, была идея что-то подобное снять Ты тоже участвовал, да, в этом проекте? Ну, да, у меня тоже, Рома тоже приезжал ко мне, я давал интервью Но вот насколько этот проект будет интересен широкой аудиторией? Не только узкому кругу лиц, которому нравится Ну, это, наверное, должен быть широкий То есть я бы посмотрел на месте вот этих вот тех же самых мамочек этот фильм Ну, то есть, грубо говоря, да Чтобы они поняли, что вообще такое хип-хоп И как он вообще появился, какие у него цели и задачи Потому что многие видят в хип-хопе Это каких-то только телок, машины, телки, наркотики И вот этот жест с деньгами Да, и вот это вот, да То есть, как бы, на самом деле, это не есть идеология хип-хопа Это идеология Новая школа, как правило, вот новая школа начинается Она начинается с этого Потом люди забивают сердце, их придают друзья И они начинают переходить в другой формат музыки Они начинают внести что-то более осмысленное Более какое-то, ну, какие-то более переживания Какие-то у них драматургии появляются и так далее в песнях Ну, а молодежь, она всегда такая была Просто все взрослые забывают, что мы-то были детьми А дети взрослыми еще не были Они не в курсе, что, как надо делать И этот фильм стоит, наверное, пойти посмотреть Чисто для того, чтобы просто понять вообще Откуда это вообще здесь взялось, как это сюда пришло И с каким потом и кровью, как это мы выбивали, пробивались И сколько людей не стало в этих войнах со скинхедами С панками, с рокерами, с быками, с гопниками Это не так все просто, это не просто мы пришли, начали делать музыку И все сказали, о, мы теперь все рэперы Нет, это очень много, большая война была Ты, кстати, в одном из интервью говорил о том, что есть разница между рэп-исполнителем И, в принципе, рэпером В чем она заключается? Ну, рэпер – это человек, который живет культурой То есть он живет не только рэпом, в принципе, да То есть он живет полностью хип-хоп Это большая культура В нем много спорта, в нем есть музыка, в нем есть поэзия В нем есть художество, в нем есть танцы Это много-много-много разных направлений Ты рэпер или исполнитель? Я рэпер, то есть я живу этой культурой В принципе, вся моя жизнь заточена вот именно под хип-хоп Есть исполнители, это люди, которые Они, в принципе, в хип-хопе не разбираются совсем Им вообще он не интересен Просто они не поют, они вот упали в тенденцию, что вот в рэп То есть вот в эту тенденцию И этой тенденции, как бы вот они растут, растут Завтра сменится стиль, если поменяется стиль или направление Они как бы перекочуют туда То есть вот такие мы-то, а мы остаемся уже, блин, мы старички Но ты как-то тоже говорил о том, что хочешь отдалиться от рэпа Вот в принципе От тусовки я хочу, я вот сейчас отдалился от тусовки В принципе, отдалился от всех этих Я стараюсь уйти от этих разборок От этих скандалов, я уже не устал от них Мне это, честно Но вот перед Новым годом был один яркий скандал Да, я уже как бы стараюсь вообще уже никуда не лезть Все равно оно меня находит само по себе Как бы вот какими-то непонятными блогерами Которые что-то про меня говорят Какими-то людьми, там, девушками Какими-то рассказываешь про меня странные истории От которых я само в шоке Вот, какие-то парни там что-то пытаются мне Вот Я не хочу, я от хип-хопа отдалиться не смогу Потому что я им живу, я им дышу А вот именно от туса, которая сейчас происходит Хип-хоп-тусовка, сейчас она очень Очень своеобразная Денег слишком много в рэп стало, мне кажется Но если говорить все-таки о скандалах Да, вот последний перед Новым годом Каннабис, да? Каннабис, да Оби, называй его Оби просто Да, чем закончилось? Я слышал, там у вас действительно была очень напряженная история Ты не хотел заявлять в полицию, да? В итоге он опубликовал какую-то видеозапись, да, если не ошибаюсь? Да, я сказал, что не буду заявлять в полицию Я никогда заявление не писал Но это что это? Это разборки творческих людей Или разборки вот уличных рэперов? Слушай, это разборки просто парней каких-то Вот, то есть, это даже дело не в рэпе Это чисто мужские какие-то истории Тут дело не в рэпе В рэпе есть люди, которые Вообще, если я за словами То есть, хоть мы категорически против, но такие тоже есть Вот, он просто оказался таким человеком И у нас с ним произошел конфликт Драка была Я в той драке победил Вот, и вот спустя 4 года он пришел Со спины на меня сбитый напал И опять у меня ничего не получилось Потребовало сатисфакции Да, ничего не получилось Гангстер неудачник он созвать Ну, в принципе, если говорить о взаимоотношениях Да, была группа, распалась, да, в свое время Вот, насколько сложно тебе? Я считал, что ты человек непростой Где-то даже весьма конфликтный Слушайте, да, мне было тяжело После первого развала было тяжело И этот развал я тоже перенес достаточно тяжело Я еще все это попал в тот период Я что-то как-то начал баловаться Какими-то тяжелыми веществами всякими И как-то год у меня пролетел незаметно Я уже влез в кучу историй И когда я уже пришел в себя, было уже поздно То есть, я и на батл так попал И все мое поведение Все мои вот эти выходки После развала группы Вот где-то за несколько месяцев до развала И после развала, еще год примерно Ну, до батла И вот только после батла Произошел там один момент в моей жизни Как-то перекрыло меня Я все бросил Ну вот, бросил тяжелые наркотики употреблять А вот этот момент Я очень много сделал ошибок И я не знаю, стал бы я их повторять Жалею я о них или не жалею Я не могу сказать Потому что они меня сильно поломали изнутри Но дали мне, то есть, открыли меня другого Для меня, для моих друзей Но ты говоришь, что вот появляется драматургия После определенных событий Вот из-за этих изменений тоже они появились? Да, я написал после этого альбом Сейчас он выйдет в марте Будет называться, я его хотел за нуду Фри Бэйс Все-таки я решил от Птахи выпускать Потому что от Птахи ничего не выпускал давно Почему Птаха? Все пытаются выбрать там какие-то англоязычные Псевдонимы себе там с каким-то особым произношением А здесь вот Птаха русская Слушай, ну у меня друзья в детстве начали так называть Фильм есть такой Над кольцом Или под кольцом Я уже не помню С тупаком И вот он там, его назвали Пташка Bird and Mac И он Я под него косил Я был маленький Это был 90-й какой-то там год 94-й Я не помню, когда этот фильм вышел Вот Я такой приехал Как раз приехал с С Новой Каховки Мои родственники там жили Вот Я приехал, купил такой кабуфляж И как раз этот фильм вышел Он там в камуфляже ходил Я с этими маленькими бусиками Все сросло И резко Как-то парни в прикол Сначала Пташка, Пташка Так он у меня привязался Вот А сейчас уже там Вон, посмотри Это Бог Птах Ну, теперь ты к родственникам в Новую Каховку Наверное, не поедешь Да, учитывая последние события Выступления в Донецке, Луганске В принципе Ты поехал туда Наверняка знал, чем это закончится Не побоялся потерять там Какую-то часть украинских поклонников Слушай, я потерял очень большое Я почти всех потерял украинских поклонников своих Но остались те люди, которые ценят меня за мою За правду Потому что я поехал туда Я не поехал туда поддерживать войну Я поехал туда к людям Во время войны Я поехал посмотреть Что там происходит на самом деле Я устал от вранья на телевизоре И я хотел посмотреть И у меня появилась возможность Я поехал Я поехал с Борисом, с Ангелиной И с Бибером Мы поехали вчетвером Мы посмотрели Луганск Пообщались там с людьми Поехали в Донецк Пообщались с людьми У меня появились там друзья Большой недавно погиб Царство Мнебесное Вот У меня появились друзья Там я с ними продолжаю общаться Мне не важно, к чему относятся Для меня в принципе Вообще то, что происходит Украина, Россия Казахстан Вот это все для меня Как бы это в принципе Все Советский Союз Я родился в Советском Союзе А по референдуму О развале Советского Союза Люди высказались Большую часть 70-70% против развала Поэтому в принципе Вот это разложение На страны, республики И так далее Это в принципе незаконно Поэтому я в принципе Так езжу по своей стране И мне не важно Украинец он Чеченец, Татарин Ингуш Это все люди Люди с моей страны Но тем не менее Ты номеротворцы же есть На сайте Ну они да Они выложили Угрозы были какие-то С украинской стороны Мне много угрожает Постоянно кто-то мне угрожает Я не боюсь угроз Оби-Ван Это мы слышали Нет, мне вообще много Было очень много угроз Они выложили адрес моей дочки Настоящий адрес Где она типа Насколько люди подлые Да, ребенок Вот И после этого Там около ее подъезда Там стояла машина Где-то месяца два или три Парни там Друзья мои менялись Но машина всегда стояла Смотрела Чтобы что-нибудь не произошло Вот Мне писали там Мы тебя убьем Там что-то правый сектор Это тоже даже писал Я говорю Приезжайте, парни Пообщаемся Давайте вот Приезжайте Мы посмотрим Что вы вообще себе представляете Там вы там что-то можете Здесь вы ноль Никто ничего не может из вас Но вот в песнях Ты отражаешь свою Суть, настроение У тебя ведь в большинстве Такие грустные достаточно песни Я лирик, да Я пишу о жизни О каких-то переживаниях В основном Я не веселый рэпер То есть я не пишу там О тусовках Это мало у меня таких песен Вот Я люблю, когда люди Слушая мои песни Они видят вот эти картинки Видят себя в них И даже иногда пускают слезу Мне нравится, когда Люди чувствуют душу свою Когда они потом берут Звонят друзьям Звонят родителям Вот это Для меня это важно Вот А там пойти потусить Таких рэперов Ну достаточно Помимо меня, я думаю Ну а вот Если говорить о выходе на сцене Да, все-таки Ну какая-то ответственность Да, большое количество людей Существует еще страх Да Да Когда пропадет страх Когда в человеке пропадает страх Перед выходом на сцену Ну в артисте Или в музыканте В рэпере Не важно Он умирает То есть он как творческая единица Все кончился Нашел как-то твое древнее интервью Да, еще в составе группы И там вы говорили касательно фотосессий Кто-то любит, кто-то нет Ты говорил, что у тебя есть такая фишка Вот не фоткаться до концерта Это суеверие? Нет, это просто тебя затюкивают И ты прям Раз, 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 раз И как бы То есть Ты же не можешь сфоткаться с одним Вот там подходят люди Несколько человек Давай сфоткаться И тебя затюкивают А ты настраиваешься на концерт Ну и мне кажется Что с этими фотографиями Уходит какой-то момент настроя Как бы И после концерта Я всегда веселее И мне приятнее Делать Все улыбаюсь Я довольный Типа после выполненного уже Да Я уже все Я уже отстрелялся Все хорошо Я могу отфоткаться Поехать Спокойно спать Сейчас модное понятие Хайп Да Многие там Поднимаются На каких-то Очень популярных темах Да Вот ты когда-нибудь Что-нибудь подобное Использовал Для самой пиара Слушай Ну врать не буду Конечно использовал Мы все используем Какие-то хайповые истории Просто Насколько они хайповые То есть Все мои конфликты Которые начались От меня Они не ради хайпа Были сделаны Я действительно Высказываю Мнение о ком-то Как слушатель Как человек Не обязательно Как рэпер Как коллега Или конкурент А просто Как обычный слушатель Мне не нравится И мне не нравится Все думают Что это зависть Это не зависть Это прямое Просто мое мнение Чистое Я кому-то не нравлюсь Мне кто-то не нравится Все мои хайповые истории Они заканчивались Полным провалом Их было им очень мало Но когда я начинаю Пытаться хайпить Я Люди это чувствуют Мне постоянно пишут Так ты завязывай Будь собой Да Завязывай Ну а ты говоришь О том Что не нравится Тебе кто-то Условно Какой-то рэпер Ты об этом говоришь Но зачастую Исполнители Они могут даже В своих текстах Говорить о том Что Где-то какие-то Сносочки давать На некачественный трек Сносочки давать Это Понимаешь Одно дело Высказать Мне там не нравится Музыка А другое дело Когда ты в треке Это упоминаешь А трек это надолго Понимаешь То есть это уже конфликт Это уже большой конфликт Да То есть как бы Ты где-то в твиттере Написал или что-то Это как бы Ну этот человек увидел Он сделал свои выводы Ну как бы Может ответил тебе Может не ответил Может написал в личку Братан Чем не понравилось Ну какое-то такое Общение Но если ты делаешь Это в песне Это надолго Это на большое количество Людей Как бы И это Это уже Это уже дисс Такой получается Это когда уже реально Наверное достали Это уже конфликт Но я не Я из тех людей Которые Я принципиально Не пишу дисс Ни на кого Вот Я считаю Что Брать музыку И портить ее Какой-то Тратить свое время Во-первых У меня не получается Я не могу сесть Я не настолько злой То есть мне надо злиться Чтобы я написал Там про кого-то Я не настолько злой Чтобы То есть я не злюсь Так А чтобы написать Прям диск хороший Надо прям быть злым На человека А у меня крайне Это плохо получается Я вот злой сейчас Вот Вот только я начинаю писать Пишу-пишу-пишу Там четыре строчки Напишу И потом начинаю думать И чем-то А потом думаю Да ну и блин Злость проходит Да И все И на этом У меня таких заготовок Мне кажется Что 50 дом болеется Да действительно Ну а ты говоришь Да можно написать В соцсети Там пост какой-то Или еще что-нибудь Тебя обижают Какие-то комментарии В интернете В принципе Как к критике Относишься Слушай К критике Отношусь нормально Я понимаю Я понимаю Что я Не студолларовая купюра Я всем нравится Не могу Это как бы Нормальное явление Ну условно Твое выступление Я там пишу Допустим О, и птаха Вообще Отстойно выступил Не понравилось Не зашло Ты ответишь Нет Смотря как ты это напишешь Если напишешь Птаха Говно И выступление Говно Я напишу Тебе сам Говно Тогда я лучше Наверное Не буду так писать Нет Если человек Напишет Мне не понравилось Вступление Я крайне мало Видел такие сообщения Честно В своей жизни Я потому что Выкладываюсь Я стараюсь Чтобы зал Здесь пел И как бы Чтобы у всех Все было Всем понравилось Ну я думаю Кому не нравится Тот в принципе Не ходил Да Мне много раз Говорили Что даже песни Которые В принципе В жизни Ну на альбоме Хорошо То есть Жизнь Они еще лучше То есть Я их исполняю Еще лучше Я их переживаю Каждый раз Заново Вот Просто Некоторые пишут Так Мне не нравится Това музыка Потому-то Потому-то То есть Я говорю Ну бывает Че А есть люди Которые Тебя целенаправленно Оскорбляют Я же не оскорбляю То что Своя музыка Понимаешь То есть Я к нему Не обращаюсь Я рассказываю Свои истории Для меня Мой микрофон Моя музыка И итог Это песня То есть Ты ориентирован На свою аудиторию Я ориентирован Вообще На себя полностью То есть Как бы Я моя музыка Это для меня У меня есть какая-то проблема Вот на душе Сидите Я выкладываю микрофон На музыку И эта проблема уходит То есть Это мой психотерапевт Можно сказать Так Микрофон То есть У меня нет такого Что я сижу Думаю Так Давай-ка Я напишу Чтобы там Собрать Олимпийский Или что у меня вообще Как-то у меня нету Мне Мы на сто раз говорили Слушай У тебя вот У меня есть дурацкая черта И у меня нету желания Огромной славы И я не хочу стать Очень богатым Я У меня есть много друзей Которые добились Большой Огромной славы Такой И Есть друзья Которые фантастически богаты И я на них смотрю И я не хочу так жить Поэтому Когда мне говорят Что я завидую Я очень нервничаю Из-за этого Потому что думаю Насколько можно быть глупыми Чтобы думать Что человек высказывается Что он сразу завидует Эту музыку я делал для себя И прям для своего Маленького круга людей И так получается Что часто эта музыка Находит отклик В душах других людей Которые говорят Блин это про меня Я тоже самое Это вот Например песни Папирос Или там Не забуду Из центра То есть это люди Видели в своей жизни это И они как бы Слушая это Они видят себя там Ты говоришь Что вот Советский союз для тебя Да Вот Постсоветское пространство Да Для тебя по-прежнему Стается Советским союзом Но тем не менее Многие страны пошли Каким-то своим путем развития Да Соответственно Менталитет людей В некоторой степени Изменился Да еще Советских времен А может Тогда еще был Немного иным Не ментально сильно поменялось Чувствуешь да Разницу в аудитории При выступлениях В разных Конечно Вот например Казахстан Казахи Очень веселый народ Они вот прям Они во-первых шебутные Но у них сейчас рэп По-моему Да Прям на подъеме Они шебутные Они такие Они всегда Они очень дерзкие парни Мне очень нравятся Казахи Они такие Всегда Они готовы Прям всегда в бой Врубиться Никогда задние Ну то есть Задние не включают Например Если приезжать Куда-нибудь Ну то есть Вот например Если ездить Куда-нибудь Где Там Дагестан Или еще что-нибудь Там парни Посерьезнее То они тоже Как бы на серьезе Но они такие Просто Они более Медленно делают Но они тоже Как бы Есть четкое Вот четкое Вижу Куда идут То есть в принципе Мне очень нравится Ездить Например В Олимбург Вот какие-то места То есть Новосибирск Где вот большое количество Именно вот русских парней Русские Мне очень добрые Я очень люблю русских людей Потому что во мне много крови Я сам не могу сказать Что я русский Там Вот Мне нравятся очень русские Потому что очень добрый народ В принципе Сам по себе То есть Эта страна полна разных И вот где только не был Там В Ноябрь И так далее Везде разные города Но ментальность Она везде разная В каждом городе Она своя То есть Вот там Два города рядом Будут стоять Там например Омск Томск Там вот это вот Вообще Разные люди живут А если говорить о Крыме Уже выступал здесь? Нет? В Крыму Мы выступали Мы приезжали тогда С центром Один раз И все Я больше по-моему В Крыму не выступал Как впечатления от аудитории От того выступления И ожидания от нынешнего? Слушай Я не понял Мы приехали Я был золом Очень сильно На звукача Это был ужасный звук Это был Наверное Один из самых худших звуков Который я помню Вот Я был на него золом У меня как-то сразу Со сцены Началась Вот эта вот Негативщина И все Мы выступили Я приехал в отель Лег спать Я надеюсь Что не будет проблем Со звуком В твое нынешнее выступление В Крыму Я надеюсь Да Я желаю тебе Хорошего выступления Отдачи от аудитории Творческого вдохновения Спасибо за беседу Зрителям за внимание Увидимся с вами Завтра В этой же студии Прямо в эфире программы Вечер лайф И обсудим то, что обсудим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok